мир всем сегодня первый день недели в первый день недели христос воскрес из мертвых потому этот день всякий раз является днем светлого христов воскресения и напоминанием о пасхе нашей иисусе христе который был заклан и воскрес третий день из мертвых салтыри псалом 60 вновь начну читать псалом 60 начальнику хора на струнном орудии псалом давида услышь божий вопль мой в нем ли молитве моей от конца земли взывая к тебе в уныние сердца моего возведи меня на скалу для меня недосягаемую ибо ты прибежище мое ты крепкая защита от врага да живое вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих ибо ты боже услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени твоего приложить не к дням царя лета его продли в рот и рот да прибудет он вечно пред богом заповедую милости истине охранять его я буду петь имени твоему вовек исполняй обеты мои всякий день этот псалом также как все псалмы слова христова свидетельствует о воскресении христа и не случайно упомянул первый день недели воскресения христова потому что здесь есть иносказание о воскресении христа вернее о необходимости он его хотя непрямым образом это псалом говорит также о воскресении христа из мертвых начинается заглавие псалма начальнику хора на струнном орудии псалом давида останавливаться на 7 не будем в это время и дальше начинается молитва и прошение христа когда он находится в уныне сердца своего из концов земли взывает конец земли знаменует собой его удаление от света лица божьего здесь написано а от конца земли взывая к тебе в уныне сердца моего конец земли то есть это периферия это край это не то место не тот центр прекрасной окружности где обитает слава божия это за пределом именно обитание славы божией указание на то что христос отвергнут в этот момент от земли живых он исторгнут и находится на краю земли то есть это время его страданий же как называют страстей христовых от конца земли взывая к тебе в уныне сердца своего в слабости и в сильном истощении сердца моего я взываю к тебе говорит христос возведи меня на скалу для меня недосягаемую ибо ты прибежище моё ты крепкая защита от от врага то что бог является прибежищем единственный прибежищем и единственной защиты для христа и для народа его это не нуждается в особом объяснении и об этом останавливались уже ранее но то что сильно привлекло мое внимание здесь по проведению божьему это возведи меня на скалу для меня недосягаемую как часто это бывает что мы прочитываем писание размышляем над ним изучаем его но всякий раз оно поворачивается какими-то новыми гранями и казалось бы известный отрывок начинает блистать или же сиять как-то по-новому так и здесь вот это размышление возведи меня на скалу для меня недосягаемая я задумался если это дух христов пророчествующий здесь если это о христе что является скалой недосягаемой для иисуса христа и вот здесь требуется размышление что касается божественности нет ничего невозможного ему по божеству своему по божеской природе нет нет невозможного для сына божий как второй ипостаси присвятой троицы но воплотившись став именно помазанником сыном человеческим последним адамом и исполняя всю правду было для него даже для него для бога во плоти препятствие и скала которая была выше него то есть недосягаемой скала и это недосягаемой скалой было по божество по божеству своему христос всегда имел жизнь неперестающую его жизни прекращается никогда он не может умереть так воплотился он должен был совершить все именно в теле соединившись человеческой природой и вот христос уже когда пришел на землю совершая много добрых дел творя чудеса он не имел и не мог иметь той жизни воскресения о которой говорит писание он оставался бы причем здесь нужно конечно быть осторожными в определенном смысле над христом последним адамом нависала тень смерти так же как над первым адамом разумеется различие было в том что конечно же христос был во всем послушан отцу и он никогда не был бы отсечен по причине своего собственного греха он никогда не потерпел бы так сказать кораблекрушения если бы речь шла о нем самом и гипотетически мы можем конечно же предположить что христос мог бы продолжать жить бесконечное количество лет ходить по земле помните как его попытались сбросить с края возведя на высокую точку в капернауме да хотели сбросить его с в обрыв он прошел сквозь них и распятие бы не получилось если бы христос не предал себя на распятие потому что никто не забирает у него жизнь он сам жизнь свою добровольно кладет на жертвенник для того чтобы искупить многих но в том-то всей соль он оставался бы жить он оставался бы как как семя обратите внимание в евангелии от иоанна в 12 главе 24 стихом он говорит истинно истинно говорю вам если пшеничное зерно па в землю не умрет то останется одно а если умрет то принесет много плода если бы христос просто оставался жить продолжал бы жить ему не было нужды умирать и никто не смог бы лишить его этой жизни но эта жизнь тем не менее была бы жизнью хотя и может быть бесконечно долгий гипотетически но это не было бы жизнью не перестающий или же жизнью воскресенье то есть смерть потенциально все еще имела над ним власть в том смысле что доколе он в теле доколе в теле он остается одним то есть он остается именно тем святым семенем но не может стать древом жизни для того чтобы он стал древом жизни он должен умереть и здесь в этом псалме связку какую я вижу когда он взывает от конца земли разумеется речь идет о страдания христа он просит отца чтобы он возвел его христа на скалу для него недосягаемый то есть чтобы он перевел его из долины тени смертные и поставил его ноги на пространном месте то есть вот такого рода метафоры писания говорят именно о воскресении христа вы скажете опять же если христос есть сын божий то он конечно же имеет силу воскресить самого себя да что касается его божественной силы то нет никаких препятствий в том но став однако ангцем божиим который берет на себя грех мира и став послушным рабом иеговы он все припоручил все верил в руки отца он ничего не делал сам и когда он говорит о скале недосягаемой речь идет о том чтобы отец воскресил его из мертвых потому что надлежало ему понести грех многих и умереть жертвенной смертью и хотя апостол павел говорит о том что не в силах было смерти удержать его самой смерти поскольку он святой божий тем не менее вердикт об оправдании должен был быть произнесен на небесах должен был принят то есть его приношение должно было быть принято именно высшем суде то есть господь должен был объявить его праведным и жертв его приняты потому что это его правило это его воля таков был путь то есть для того чтобы он совершивший все дело искупления претерпев вот все это поношение и в конце концов умерев чтобы после этого он воскрес и уже обладал силой жизни не перестающий то есть не просто той которая продолжается а та которая не может никогда прерваться потому что он уже более умереть не может потому что он умер однажды для греха как написано в 6 главе послания к римлянам он должен был это перенести и именно господь должен был возвести его воскресить его и поставить его священником вовек почином ильхизидека и помазать его над горой святой и дать ему царство которому не будет конца все это должен был осуществить отец он не должен был делать это сам как бы по узурпации по вот именно потому пути человеческому как поступили бы скорее всего люди или захотели бы поступить но он будучи послушным сыном он был послушен во всем и даже до смерти и смерти крестной именно поэтому он говорит возведи меня на скалу для меня недосягаемую многое могу сделать я могу чудотворить я могу делать доброе я могу непрестанно молиться как и дело христос и не сделать ни одного греха но все это при окружающем его противлении при всем при том что на него обручились эти беды неисчислимые во всем этом он оставался бы один и он не смог бы перейти вот в это состояние жизни воскресения до тех пор пока отец не переведет его в это состояние именно это по моему мнению является скалой которая была выше него была недосягаемая для христа несмотря на все то что он делал до тех пор пока он жил надлежало ему по земле умереть и тогда он становится древом жизни лист которого не вянет и и приносит плод свой во время свое и во всем что не делает успеет это случится не ранее чем когда он умрет и потом воскреснет и остаток псалма когда он опять исповедует что ты прибежище мое ты крепкая защита от врага он возвещает то что должно быть и нашим исповеданием как для христа так и для нас ученик не выше учителя нет другой крепкой защиты нет истинного прибежища кроме бога одного защита человеческая суетно люди переменчивы люди предают люди в конце концов не живут вечно только бог вечен только его защита истинная защита так говорит здесь христос и так должны быть и у нас наши чувствования до живое вечно в жилище твое и покоюсь под кровом крыл твоих ибо ты боже услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени твоего приложить дни ко дням царя лета его продли в рот и рот вот это моление приложить дни ко дням царя лета его продли в рот и рот также эхом откликается в псалме 20 он просил у тебя жизни то есть царь который силой твоей веселиться царя спасение этого безмерно радуется он просил у тебя жизни и ты дал ему долгоденствие на век и век христос просил у бога жизни для того чтобы самому быть источником жизни для всех уповающих на него чтобы он мог жить не переставая и всегда спасать приходящих богу через него да прибудет он вечно пред богом заповедую милости и истине охранять его и далее заканчивается псалом вот этим уже утверждением обещание можно сказать обетом христа я буду петь имени твоему вовек исполняя обеты мои всякий день то есть те обещания христос который дал отцу он исполнять и по сей день когда он укращает гнев когда он обращает сердца когда он воскрешает мертвых по преступлениям грешников духом своим животворит и их словом своих своим их обращает утверждает привлекает и собирает в дом божий так что из противящихся могут обитать у бога он приводит многих людей в дом отца обеты его он исполняет всякий день когда из по возвещается слово его благодарение господу что он возвел христа на скалу недосягаемую там где уже никто не может достигнуть его он уже освободился на веки не только от собственной смерти но даже от тени смерти потому что более ему уже нет необходимости умирать он воскрес и теперь является священником во век почином мельхизидека да будет ему за все хвала чести и благодарения аминь